К теме происшествий. В Твери зафиксирован резкий рост ДТП с участием детей. За шесть месяцев текущего года количество таких происшествий увеличилось вдвое, причем большая часть из них происходит именно во дворах. О причинах таких аварий и о том, как их предупредить, рассказали специалисты госавтоинспекции областной столицы. Обычный летний день во дворе многоквартирного дома. Дети гуляют на улице и собираются пойти на детскую площадку. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Но стоило ребенку отвлечься и потерять бдительность на дороге, хоть и во дворе он оказывается под колесами машины. Даже припаркованные авто на обочинах дорог во дворе таят в себе большую опасность. Ребенок, не понимая, что его не видно, срывается вперед и перебегает дорогу, не убедившись в том, что по ней может ехать автомобиль. На этих кадрах видно, как маленькая девочка несколько раз прибегает дорогу туда и обратно, сквозь ряд припаркованных машин. Второй раз оказался роковым. Только за первый летний месяц в Твери произошло около десятка аварий с детьми. Больше всего зафиксировано во дворах. За летний период, первый месяц лета, когда дети ушли на каникулы, у нас произошло 10 ДТП с детьми, в которых 11 человек у нас пострадали. Практически половина из них пострадали во дворах. Во дворах они забывают, что также ездят машины. Из подъезда они сразу же выбегают на детскую площадку. Например, как в этом дворе между подъездом и детской площадкой проходит дорога. Здесь также ездят машины. Они не убеждаются в безопасности. Но именно таким образом устроено большинство современных дворов. Поэтому и детям, и родителям надо быть крайне внимательными, когда они выходят на прогулку. Если дети выходят на улицу с родителями, они обязательно должны их держать за руку. Если дети гуляют одни, они обязательно должны около припаркованного автомобиля остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что машин нет или их пропускают, и перейти дорогу пешком. Ни в коем случае не бежать. Всего с начала года в Твери произошло 41 ДТП с участием детей, в которых пострадали 43 ребенка. Сотрудники госавтоинспекции по городу ведут профилактические беседы в детских учреждениях, где рассказывают юным тверичанам о правилах поведения на дорогах и вблизи них. Но и родителям не стоит забывать, что безопасность ребенка прежде всего в ваших руках. Уважаемые родители, будьте бдительны и заботитесь о безопасности своих детей, чтобы их каникулы прошли весело и безопасно.